Опа-на! А вот и новый выпуск Хитрость в ремонте И сегодня мы поговорим о том, что делать, если Забьется глушитель Не, ну если уже, конечно, вы живете в Киеве Зарабатываете ковернадцать тысяч гривен И вы, допустим, Игорь Трубинок Или Костя Бурячок То вы можете, в принципе, себе взять Это говно выбросить, купить себе нормальный новый глушитель И поставить, хотя это накладно, в принципе Можно нахрен выбросить свой старый мопед Купить себе новый и кататься Ну, а если вы не он и не он То тогда мы будем резать старый глушитель Чистить его и варить обратно Поехали! Вот мы имеем старенький, бывалый глушитель Который уже удивить нечем Собственно говоря, он нахрен попу забит Так вот, изуродовать глушитель можно Как бог черепаху, причем довольно быстро Разрезая его как угодно, вдоль, поперек, по диагонали А вообще, в принципе, разрезать его Нужно и можно рамотно Творить потом и ездить радоваться жизни Причем, творить можно так, что даже Сварочных швов не будет видно Поэтому, любой нормальный глушитель Такого плана разрезается вот тут По окружности Потом мы, потом мы сквозь разрез Допиливаем выхлопную трубку ножом Снимаем эту стенку и начинаем чистить глушитель И вот, берем наш многострадальный глушитель Берем электрический решатель всех наших проблем И начинаем пилить там, где я сказал Вот, собственно говоря, почти управлено Покативаю Образовалась такая вот себе практически половая щель Из нее, в принципе, очень даже хорошо виден выхлопной канал Который мы сейчас будем пилить ножовкой по металлу Я, в принципе, даже догадываюсь, что скажут на форуме Некоторые отдельно взятые Завсегдатые Ну вот, что я думаю по этому поводу Срать! Срать я хотел! На то, что они скажут Угу! Ага! Топля из носа потекла А тут... Конь не валялся Наверное, здесь тоже Ну, конечно Нахрена нам выхлопной канал? Мопед и так ничего едет Вот, теперь, как ни крутим Но нам понадобится газовый резак Как же я люблю свои инструменты Они мне так нервы успокаивают Берем, нагреваем внутреннюю часть резаком Нагреваем до того момента Пока масло внутри глушителя Не начнет гореть само по себе Дальше, закрываем подачу газа И начинаем выжигать с малой подачи кислорода Таким образом, все масло В кислородной среде потихоньку выгорит И все! Нам дальше останется всего лишь Все это говно оттуда вытряхнуть Заварить это все обратно И чпокать этот глушитель дальше Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот, собственно, и все Все масло из глушителя выгорело И теперь, сколько кислорода не открывая Уже практически ничего не воспламеняется Это первый признак того, что Масло все внутри сгорело Теперь всего лишь нужно его резко остудить Водой Потом выпить из него окалину Не обязательно его кромсотвить Нагреть, продуть, потом чуть-чуть постучать И можно заваривать Тут, конечно, ребята умельцы поорудовали до меня Ну а в целом, конечно, то, что было и то, что стало Земля и небо Чистота и порядок Причем не только снаружи, но и внутри Поскольку температура добралась и до сюда В принципе, видно даже по залысинам Где была максимальная температура Здесь Здесь Сейчас хватаем полуавтомат с зубы И начинаем варить Для тех, кто скажет, а как же быть центральной трубкой Как ее приварить Я скажу одно Что, в принципе, ее заваривать и не надо То есть, когда вы отрезаете Заднюю стенку болгаркой У вас остается зазор в 2 мм Если вас отрезать здесь ширину 2 мм Ну, 2,5 мм А когда вы пилите ножовкой Разумеется, ножовочное полотно Где-то в районе миллиметра ширины То есть, если здесь срез ровный Так же, как и здесь То все, что остается Это ровно прислонить заднюю стенку И под натяжением ее обурить И все И получится стык как наполовинка Без сварки, но при этом не сечет И не работает громко Варим на максимальном токе Чтобы не было наплывов Как обычно от хренового полуавтомата это происходит А чтобы металл расплавленный растекался по всему шву И его уходило меньше Тогда будет шов легче всего обработать И потом глушитель симпатичнее всего будет мой По периметру ставим несколько точек Для того, чтобы пока варим деталь не съехало в сторону И потом не возникли проблемы С подгонкой стыка Получился вот такой вот нежирный шовчик Который после обработки вообще станет невидим Все, теперь пилим Ну и чтобы совсем уж красиво было Снимаем шейфовальный бис Ставим лепестковый И наводим совсем уж окончательную красоту Ну вот как-то так В принципе Осталось только чуть-чуть подкрасить И будет порядок На уж дырка, это не моя работа Попросили почистить, я почистил Хотели хорошего громкого звука Ну пускай катают Все Так-то Это вам не писю На сайте скутера так дрочить А те, у кого есть руки Сделают глушитель сами Я закончил Всем привет И отдельный привет Критикам из Мотокома А, да По личной просьбе моего подмастерия Трубика Добавлю от себя Так делать нельзя Ни в коем случае